Помните, не нам судить, но мы обсудим. В роликах «Девочкам это нравится» мы будем показывать группе девчонок фотографии известных мужчин и слушать их мнение по поводу прически, бороды, а также образа в целом. Погнали! Сегодня мы посмотрим образы и стрижки персонажей из 90-х. Мы сегодня в образе 90-х будем оценивать мужчинок прошлого. А почему он сдирает с них кожу? Агент Старлинг, проявите проницательность. Это возбуждает его. Отврат? Это когда... Кстати, знаете, такой похож чел на кассиру Блинди у нас снизу, один в один. Но лобные впадины красивые. Ну смотри, сейчас на самом деле, 2023 год, стиль удлиненок, поэтому... Поэтому если в каком-то другом месте у него удлиненка, то в принципе можно было бы немножко внимания обратить. Ладно, если мы оцениваем волосы. Волосы... Ну, ерунда. Ну, смотри, волосы может быть и ерунда. Я мечу сейчас, потому что... Что ему еще можно сделать? Ну, то есть если постричь его короче, это будет ужасно, потому что у него вот этот... Он может назад их так не закидывать. Можно было бы вот это вот прикрыть. В принципе, мне кажется, на нем это смотрится довольно гармонично. Мне нравится рубашка. Ну, он похож на чувака, который в каких-то индийских фильмах снимается. Может, видишь, тут рубашечка. В принципе, в целом образ прикольный. Мне нравится. Ну, то есть ему идет? Да, наверное. Я просто не люблю этого дядька. Я его люблю. Он очень красиво выбрит брови какие. Смотри на брови. Ну, конечно, он в женщину переодевался. Ну, и все. Боюсь его. Блин, у него очень крутые брови. Вот это прям факт. Боюсь, крутые. Выражение лица тоже просто соска-дерялка. А он, кстати, оба делают, как вот сейчас девочки фоткают с его институтом. Фоткают с тоже. Так начали делать еще до 2010-х. Ну, если он из 90-х, то значит, из 90-х что начали. Он обгонял время. Но здесь он гораздо сексуальнее. Возможно, это не он, опять же. Слушай, на самом деле прическа офигенная. Это прям рокерский стиль. Такой, знаешь, прям. Он похож на... Мне, по крайней мере, нравится. Он похож на молодого Леонтьева. Что он рокерского, может быть, не знаю. Это на смысл. Песня. Ладно, я погнала. Вот что с людьми прическа правильная делает. А смотри, прищер хищный все тот же. Все тот же. Нет, вот здесь, вот для меня это, наверное, 8 или 9 из 10. Мужики в официальных костюмах и в рубашках охеренны. Очень. Мне нравится. Дядька хорош. Для таких дядек с такими усохшими красивыми выглядит. Прическа аккуратная, хорошая, блин. Красивая седина. Борода бы им однозначно не пошла. А тут я поспорю, возможно, пошла бы, если убрать очки. Во-первых. Чуть-чуть другую прическу и с бородой. Да, но это был бы вообще другой персонаж. В концепции персонажа он очень хорошо выглядит. В концепции персонажа, да, но если волосы назад и тогда борода и прочее равное, он уже может играть какого-нибудь сторожа маяка. Архетип не тот. Да. Нет, дядька супер. Нам нравится. Десять баллов. Ну, нет, восемь. Восемь. Есть более сексуальные старенькие дядьки. Ой, какой очень симпатичный взрослый дядечка. Он выглядит как чувак при деньгах, потому что у него, вот, видишь запомки, и бомжи не ходят за пунктами. Да я вообще не видела бомжей в рубашках, как-то вот так. Справедливо. Я подписан на мой инстаграм. Он шикарный мужчина, в принципе. Он очень хребетичный человек. То есть у него, ты концентрируешься сразу, вот на этом треугольнике лица. Сразу концентрация идет, и там вообще плевать, как он у тебя был. Короче, мужчинки, читайте книжки, отрабатывайте взгляд. Вот, неважно, там три пердинки на голове или еще что-то. Я себе ко мне подкатывал такой мужик, я была бы так рада, господи. Блин, на самом деле, это маническая история. Это вот если реально ты, на самом деле, без прикола, кого-то очень даже возбуждают манические истории. Да, кого-то, ну не меня. Кого-то. Каждого второго. Кстати, я первая. А я вторая. Это из серии возрастных мальчиков, которых мы берем. Да, несмотря на то, что мне не нравятся вот эти выделизные волосы. Мужчинка, шикарный. И, кстати, очень, опять скажу, про работу актеров. Ой, не актеров, а костюмиров. Потому что тут нет ничего лишнего. Мы концентрируемся сразу на его глазах, сразу на его лице. То есть никакие детали... Да, вот так вот. Вот так вот. Никакие детали нас от этого не отвлекают. И вот этот вот взгляд, он тебя сразу полностью поглощает. Е-е-е, ну, наконец-то, я знаю. Десять из десяти. Десять из десяти за все. За внешний вид, за персонажа, характер. Все, может мне... Все, забирайте, жениться. Почему все вокруг путают нас с тобой? Нет, я не знаю. Ну, он очень сексуально выглядит. Это рубашка, футболка, не знаю, что на нем. Это кожанка. И вот эти очечечки. Боже мой, какой он красивый. Это очень красивый. Очень-очень-очень красивый. Ну, это, ну, моя сын, просто. Ну, тут сексуально, опять же. Не, ну, смотрите. Брат Пита, как бы, ну, что ни на день. Как его ни раздень. И бородка. Ему, вот это удивительный человек, которому идет любая дурацкая бородка. Которая не пойдет никому. А вот эти вот все тренды любых на Брате Пите смотрятся замечательно. Это единственный человек, у которого у меня не вызывает приступ ярости. наличие бороды при отсутствии усов. Да, кстати говоря, ну, по лицу... Ну, на самом деле, я вообще не люблю такие бородки. Ну, она козлиная какая-то, да, не красивая, на самом деле. Не особо прикольно, но у него, на самом деле, форма лица такая, что, ну, плюс-минус все видит. Он, в принципе, сексуальный. Ну, а прическа, смотри. Ну, а прическа я ставлю в два из десяти, но мне не нравится. Стиль, конечно, ну, классный. Но! Я не хочу ведь на нем одежде. Что ты делаешь? Это, по сути, все тот же человек. Из нашего офиса. Факт. Не, на самом деле, поскольку человек на данном снимке, человек на предыдущем снимке, это, по сути, один и тот же человек, мы могли бы сказать, что, типа, зачем вы показали нам две знаковые фотографии. Вот это я. Здравствуйте. Вот это я. Очень приятно познакомиться. Обожаю этот стиль жизни. Что сказать? Ну, во-первых, мы видим таких людей ежедневно. Прическа просто называется, встал с утра, часомнулся и пошел. Трое детей, ипотека. Кредит на Рино Логан. И счастье в жизни. Для создания образа офисного планктона это идеально. Ну, не знаю. Вот мне кажется, кстати, нет. Потому что у него такая, ну, у него белая рубашка такая, прям, выглаженная, красивая. И что, какая разница? Какая разница? Мы говорим про... Он очень уставший человек. Про волосяный покров выше шеи. Человек с таким же волосяным покровом может быть, я не знаю, оператором, журналистом. Там, я не знаю, кем угодно вообще. Но он не... Вообще не модель, не индивидуальность никакая. То есть это супер-мега-стандарт. А что указывает на индивидуальность в стрижке, скажем мне? Рисунок на волосах? Конечно. Это хаер. Розовые волосы. Андеркот. Сиреневые волосы. А, все, поняла. У него нет сиреневых волос. Он офисный планктон. Все. Нет обычных челок. Но это если при том, что с этими волосами можно сделать много чего. То есть их можно туда зачесать, сюда зачесать. Их можно на бриолин положить. Ну, типа... Пошла, разнеслась, мать вообще. Сейчас представим. Ну, между прочим, потому что... Ну, просто базовая стрижка, с которой много чего можно сделать, в принципе. Ты еще раз чего? Скажи еще раз чего? Я тебя прошу. Я молю тебя, ублюдок. Еще раз скажи, долбанное чего? Ой, ну, криминальное чтиво вообще за добрый день. Естественно. Всегда криминальное чтиво. Нет, тут стиль. Прическа. Но это же от Траволта. Это от Траволти. Ну, он, в принципе, всегда в такой прическе ходил. Они обе хороши. Обе хороши. Я беру черного, а ты берешь белого. Полностью согласна. Мы с ним танцевать будем. Блин, у меня, кстати, рубашка сейчас как раз... Подожди. Мне в черный срочно надо перекрасить. Мне очень нравится тоже, как бы, концепция персонажей. Потому что они, типа, ездят как... Ну, не знаю, они как служащие в офисе, служащие в банке. Это их рутина. И они такие вот, как рутинные, такие чувачки. И выдает их только, ну, то, что на голове происходит. Ну, нет, на голове происходит. Ну, типа, вот везде оторвались. Ну, вот хоть где-то, может быть, да? Хоть где-то оторвались, да. Мне просто у афроамериканцев не очень нравится прическа. Потому что мне нравятся прически афроамериканцев в целом. Но конкретно такая у меня ассоциируется, знаешь, вот с этой атмосферой, боже, диска в Америке, знаешь? Когда они еще на... Да, когда они еще на роликовых коньках такие. Волосы сами по себе шикарные у обоих. У Джексона это вообще песнь. Это легенда. Он крытого не могу. С него же даже делают эти вот пенаповские картинки в форме абриса, как с Мерлин Монро. Это легенда. А если бы я встретила двух таких мужчин? Ну, Траволт я себе встретила. Он сейчас. Он сейчас стилевый. Так сейчас многие ходят. И учитывая, что он в костюме и с пистолетом. Ну, сложно доказать, да, человек, который с пистолетом? Давай отдадим ему должное, что ли? Люди с такой челюстью так хорошо обычно не выглядят. Ну, то есть у них обычно менее сбалансированные черты лица. У него очень сбалансированное лицо. Брови, кашевые, ты забыла про брови. Нормально. Брови. У него нормальные брови. Нормальные брови. Нормальные брови, совершенно. Ну, они актеры, все, им всем брови сделали. Да, ходят, красивые. Люди в черном — это всегда стильно. Ну, полетное дело, что это не люди в черном, как МИП, но сам костюм. Ну, это как какие-то офисные сотрудники, я бы даже сказала. Причем, ну, окей, вышестоящее руководство. А, кстати, вот чисто на взгляд, как ты думаешь, как отличить киллера от офисного сотрудника? Наверное, у киллера оружие поменьше. Поменьше? А у офисного сотрудника побольше? Ну да, киллеру не надо ничего компенсировать. Он все компенсирует. Да-да-да. Кстати, тебе нравится такой байп вообще? Мне не нравится, потому что у него зализаны волосы, и ощущение, будто у него не грязные. Это ощущение. Я понимаю, что это укладка, но мне не нравится. В принципе, этот чувак, ну, не противный, у него нормальная внешность. Сама по себе. У него нормальная внешность, его переодеть, причесать — все. Нет, если переодеть, причесать и сделать другой цвет волос, потому что здесь очень классно. Да нет, 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 почему? Я, кстати, поняла, что круто делает Тарантино, очень классно выстраивает цветокор, потому что здесь его зеленые глаза имеют такой водянистый оттенок, то есть они делают его вообще никаким не странным. Но это из-за того, что он такой человек, из-за того, что, во-первых, такой фильтр. Если бы я выбирала, за кого тебе отдать замуж, я бы тебя за него замуж не отдала. А я бы за маму что? Во-первых, он курит. Во-вторых, ну смотри, у него щетина такая неопрятная. Ну, явно кальвик колонцов будет. Ну, блин. Но, что круто, я дала бы тебе с ним повстречаться, знаешь ли, чего? Чтоб ты мне сперла его вот эту клевую рубашку. Нет, мне похоже. Ну вот, поэтому тебе вторая не нужна, а мне надо. Ну, блин. А я тебя не спустила. Выйти мы из моего машины. Так, а ты что, я тебя не пустила? А я вышла. А, ну все, ладно. Принято. Нет, во-первых, потому что... Но моделирование бороды хорошо сделано. Сейчас будет немножко буллинга лишний вес, меня не привлекает лишний вес. А-а-а-а. Ну, у него 13 подбородков, мне не очень хочется в этом участвовать. Я понимаю, что это, ну, типа, понятное дело, это фильм, костюмеры, все дела. Но, мне кажется, суперкруто, что он, ну, типа, он полный, но при этом контуры у бороды у него очерчены. Ну, типа, это так или иначе его стройнит. Комфер задавал стиль всей комнате. Что с деньгами? Что с деньгами? Зови меня просто чувак. Чел. Чувак. Чувак. А, да, там чувак, да-да-да. Это любимый вообще персонаж, обожаю его. У него вот это... Я мечтаю, я мечтаю завести банковскую карту с эмблемой ковра, чтобы мне звони, и говоришь, что с деньгами. Да-да-да-да-да-да-да. Блин, он потрясающий. Давай оценим волосяной покров человека. Все классно сделано. Нет, да реально. Какая площадка у него сделана? Да. Крутая. Притом, что никому в мире, кроме некоторых афро-американцев, не идут площадки и вот эти четкие контуры. Нет-нет-нет, даже не про площадки. Площадки идут многим чувакам. Кому? Темнохожим людям. Э-э, нет. Вообще, вот, пинап. Что вот у него... Вот, господи, давай возьмем... Кто, как его зовут, господи? Джонни? Ему бы пошла площадка. Хорошо у вас уже на площадке. Площадка бывает разного объема, во-первых. Во-вторых, площадку надо хорошо укладывать, потому что это не уложенная площадка. Уложенная площадка смотрится. Стало уже в виду снова объем. По-другому. Короче, очень классный тетик. Ну, что почти никому не идет, это вот эта вот ниточка, которую делают из бороды и такая вот эта вот... Собери бороду по точкам, соедини. Она даже, кстати, не шла этому моему любимому железному человеку. Да. Она ему не шла, хотя он мега-секс-чувак, там, худой, накачанный. А этому идет. Любим Большого Любовски. Очки-авиаторы с желтыми линзами, ставлю лайк. Бомба. Ушка петарда. Нет, мне просто очки вот эти не нравятся, они мало кому идут, на самом-то деле. Ну, вот такой стилек. И вот эта вот жилеточка, это как у моего дедушки носили. Да, да, да. Вот эти вот жилеточки. Смотри, мужчина со стаканом восьмекты. Восьмекты. Он заботится, возможно, после алкашечки. Возможно, он в ней. В майке? В алкоголичке. Ну, кстати, твои любимые сланцы. Это не сланцы, это уже сандалии. В общем, такое чувство, как будто они прозрачные и из резины. Так оно и есть, скорее всего. Да. Любовский! Любовский, чувак! Это я, на самом деле. Вот такие резиновые. Это ж так умно, они, потому что сандалии. Они удобные же. Они как пес какие удобные, и в них можно по горку и шишку переходить. И шорты эти, и ко... Он потрясающий. И, кстати, ну... Белый русский. Ставлю лайк. Я десятку поставлю за белый русский. Шикарно как-то. Да. Он еще так лед вот этот грызет там, очень классно. Борода мне нравится. Халат. Хочу халат. Белый. Такой. Ну, не просто же так вот эта женщина выбрала его. Харизматичный мужик. Как, ну, типа... Ну, то есть он не выглядит как бомж, даже не выглядит как алкаш. Он выглядит как человек, который... Как персонаж, как импесив. Ну, типа, он все видел и устал. Он может себе позволить. Он такой, ради кого мне наряжаться? Скажи мне, пожалуйста. Да. Зачем? Вот кто ты такой, чтобы мои нервы портить? Мне кажется, всегда какие-нибудь умные и классные мужики, хоть какой-то период своей жизни, выглядят вот так. Потому что они такие, меня это все... Вот у меня есть страшненькие, но такие удобные, сандалии резиновые. Я бы с ним тоже пообщалась теперь, если бы он ко мне подкатился. Она бы с ним побухала. Я бы с ним бухала, честно. И я. Я вот думаю, что Фила в правде. У кого правда, тот и сильней. Ой, ну... 10 из 10. Но тут как бы понятная история. В принципе, мне очень нравится брат. Просто 10. Брат мне нравится и первый, и второй. Если говорить про фильм, в принципе. И он хороший актер. Потому что от него веет такой, знаешь, типа мускулинностью. И мужественностью, и мускулинностью одновременно. Очень круто. Да, классно. Господи боже. Я мечтаю о свитере, как у него. Бодров это любовь целиком. А у меня есть почти такой. Да. Он очень красивый. Я его постирала, и он сел. Свитер, кстати, приятный такой. Вообще он приятный. Да. Ну тут нечего сказать. Ты хороший мужчина. Если бы он познакомился со мной, я бы, да. Я бы сказала, конечно. Малыш. Ну ладно. Честно, объективно, типа, он некрасивый. Любой другой. Харизматичный. Любой другой человек с внешностью Бодрова выглядел бы плохо. Ну не плохо, но типа не очень. Среднячок. А Бодров это просто, это супергерои и российские. Он очень крутой, как актер. Я, кстати, ни разу не смотрела фильм «Брат» до конца. Я смотрела минут 40 от силы. И выключала. Вот до момента это в автобусе тренировалось. Вот чисто проходила этот момент и выключала, и все. Ну и мне очень нравится его лук. Во-первых, шикарное пальтое, я хочу такой свитер. То есть все классно, джинсы у него. При том, что он худой мальчик, накачанный. У него вот этот вот такой образ. Классный, очень сильно нравится. Его оттуда выцепи в наше время, помести, он все равно будет максимально стильно смотреться. Просто он будет так в стиле гранж, скажем так. Но это все равно очень круто смотрится. Ну, была бы возможность, я бы с ним познакомилась. Но, к сожалению, нет. Зная реалии фильма, я бы с ним знакомиться, конечно, не стала. Любим сильно, а не можем, ставим 10 тысяч миллионов. Я бы от него ребенка родила, вот так. Я бы с ним, если бы он ко мне подкатил, господи, ребята. Ой, ну это брат его великолепный. Я таких людей боюсь, поэтому тоже нет. Ну, во-первых, потому что, начнем с того, что кто-то помнит, у меня еще не было у него золотые зубы. А это плюс, в принципе, человека золото окурошает. У меня нет зубов золотых, конечно. Получается, человек золото. Человек золото, получается. Сухоруков, такой он странненький. У него, кстати, у него очень красивый череп. Да. У него очень красивый череп, да. То есть он абсолютно такой голенький, и он не выглядит как яйцо, что-то такое. Он выглядит, ну, выразительно. Лук у него классный. Да. Шелковый галстук такой, при том, что тут черные, тут черные, много темных деталей, но при этом очень хорошо расставлены акценты. Яркие детали, да он же, он же как это называется, который? Щелок. Щелок, щелок. Да. Да? Нравится. А мне, в принципе, не нравится, когда, если говорить про прическу, мне не нравится, когда сильно зализнется. А мне нравится он, потому что он, я очень люблю фильмы, там, 50-х, 40-х годов, и он похож очень на вот этот вот вайп из «Грёстного отца». И мне нравится, что он такой, ну, он какой-то, вот от него пахнет деньгами, кстати. Чувствуешь? Чувствуете? Пенсия, 12,500. Мрот прожитил. Ну, все тогда получилось? Не, мне нравится. Спасибо, нам, как всегда, все понравилось. Наша любимая рубрика «Обсуждать людей». А что нужно, наверное? Типа, мы такие. Да, черт возьми, было круто, классно, всем спасибо. До новых встреч. Я оставлю 5 из 10, половиночек. Запахайка со в мире фильмов.